МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Я Леонид Парфенов. Это события, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Сегодня год 2008. Фейсбук и блогеры. Когда мы запускались, мы надеялись, что у нас будет человек 400 или 500. Путин и Кабаева. Конечно, мне хочется выйти замуж, иметь свою семью и детишек. Зенит и Аршавин. Мировой экономический кризис. Но на самом деле я хочу наброситься, вырвать их сердце и съесть его до того, как они умрут. В России тандемократия. Привет, Россия! Привет, Москва! В Америке – Обама. Америка – это то место, где возможно все. Война с Грузией. Принуждение к миру. Я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру. Большая разница и прожектор Пэрис Хилтон. Новый телеюмор. В нашей стране люди живут не меньше. Они живут быстрее. Сомалийские пираты 21 века. Россия побеждает на Чемпионате мира по хоккею. Илья Ковальчук! И на Евровидении. Мы будем преследовать террористов и сортили их замочек. А я только однажды был в бою. Сколько вы будете, не сомневайтесь. Маршрут построен. Мировая интернет-аудитория в 2008 году точно знает, что ничего не упустит. В торрентах уже наверняка есть. Ведь кто-то фильм видел, музыку слышал, в компьютерную игру играл, скачал себе и теперь раздает другим. Это веб-сервер, база данных и функция поиска. Здесь трекеры. Вот это небольшая штука. Трекер. Это самый большой трекер в мире. Он координирует 50% всего мирового бит-торрент-трафика. Компьютеров не так много, но они мощные и хорошо настроены. Миллионы жестких дисков пользователей хранят миллиарды файлов. Трекер обеспечивает связь и организует раздачу контента. Конечно, большая часть копирования пиратская. Заплатил за продукт, может, только один и поделился со всеми. А может, и первый-то украл. Половина всего бит-торрент-трафика координируется за Pirate Bay. Невероятный объем трафика. Это 22-25 миллионов пользователей, использующих сервис прямо сейчас. Пользователей, скачивающих или закачивающих в данный момент. Крупнейший в мире торрент-индексатор себя назвал Pirate Bay – пиратская бухта. С 2010 года услуги хостинга ему будет предоставлять шведская пиратская партия. Главный русский ресурс – torrents.ru, позже – rutracker.org. Временами закрывают, а в 2015 году заблокируют. Ру-трекер пожизненно заблокирован. Такое решение принял сегодня Мосгорсуд. Пока оно не вступило в силу, у сайта теперь есть месяц, чтобы попытаться обжаловать решение. Число клиентов уменьшится, но остальные продолжат пользоваться сайтом, используя обходы интернет-блокировок. Афроамериканец впервые претендует на пост президента США и выигрывает с большим отрывом. Сенатора от штата Иллинойс Барака Обаму выбирают как символ перемен, уже произошедших в Америке, и на которые она снова способна, чтобы остаться глобальным лидером. Для президента очень бедный послужной список. Барак Обама ничем не управлял. Закончил международные отношения в Колумбийском университете и с отличием права в Гарварде... Документы есть? Я здесь учусь. Документы. Я не обязан ничего показывать. Проблемы создаешь? Какие-то проблемы? Я не вижу, чтобы ты у других проверял. Так что во мне такого особенного? А? Я спрошу еще один раз. Эй, все нормально. Я его знаю. Он здесь учится, он студент. Все в порядке. Был преуспевающим адвокатом в Чикаго. Два срока в Сенате Иллинойса и только первый срок в Сенате США. Но Обама на дебатах расправляется с Хиллари Клинтон, вроде очевидным кандидатом от демократов. Вы назвали Рональда Рейгана преобразователем. Я его имя не упоминала. Ваш муж упоминал? Здесь я, а не он. Да, правда, порой я не знаю, кто мой соперник. И рождает новую американскую мечту. Если мы, поколения, еще заставшие расовую сегрегацию, способны проголосовать за чернокожего, значит, мы снова великая страна. Нет никакой Черной Америки, Белой Америки, Латиноамериканской, Азиатской. Есть Соединенные Штаты Америки. Собраны рекордные пожертвования и кандидат в президенты впервые в истории отказывается от госфинансирования. Бесчисленные волонтеры агитируют, используя новые средства в соцсети и СМС-рассылку. Только Джон Кеннеди действовал на нацию так вдохновляюще. Поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог. Рейтинги Обамы в Европе накануне голосования доходят до 80%. Хочу пожелать Бараку Обаме удачи. Удачи вам. Удачи Америки и удачи миру во всем мире. Весь антиамериканизм последних десятилетий преодолевает один человек. Прошу, зови меня Джей. Джей? Да, Джей. Джей, у тебя одна сумка? Да, одна сумка. Ты как Обама, человек, который знает, чего хочет. Знаешь Обаму? Конечно. Он отличный лидер вашим людям. Я канадец. Он не мой лидер. Конечно, и твой. Ваши люди просто этого не знают. Идем. В России власти настораживает пример чужой политической конкуренции и обычная для демократов риторика про права человека за границей. Соединенные Штаты отстали от передовых демократий, которые соответствуют многим международным стандартам, и отстали в том числе от российской избирательной системы, от практики проведения выборов в Российской Федерации. Быть президентом России – это вам не забава. Быть президентом России не смог бы Обама. И вовсе не потому, что он чернокожий. Хотя, если честно, то и поэтому тоже. В итоге у Обамы на 7% больше голосов избирателей и двукратный перевес по голосам выборщиков, чем у республиканца Маккейна. Америка – это то место, где возможно все. Похоже, главное дело Обама сделал уже своей победой. Подал пример, вернул доверие. Клинтон будет назначена государственным секретарем. Обамамания бушует по всему миру, и на первом году президентства Обаме присудят Нобелевскую премию мира. Официальная формулировка – за дипломатию и сотрудничество. Но ясно же – за внушение надежды. Это таитянские постарали поле Гогена в привычных нам красках. Небо синее, океан лазурный, пес коричневый. В 1891 году поле Гоген слился с природным колоритом таити. Манговый пес у багряно-золотого океана под сигнально-зеленым небом. Аборигенки не чураются художника, заняты своим делом. Сочетание тонов – это не только про живопись, но и про виски. Классический шотландский вкус и тонкие тропические ноты. Новый колорит от Дёрс. За яркий цвет среди повседневной жизни. В 2008-м, впервые с 1993-го года, сборная России побеждает на чемпионате мира по хоккею. Первенство проходит на родине игры в Канаде, и в финале россияне выигрывают у хозяев. Мировое лидерство почти как в советские времена. В следующие шесть лет сборная России еще трижды станет чемпионом мира. Все, прозвучала финальная сирена. Сборная России – чемпион мира. Преемственность. Тренер сборной Вячеслав Быков на чемпионате 1993-го года был капитаном. Я думаю, что все-таки как-то по-иному мы посмотрим на наш хоккей после этой победы. Нынешний турнир команда проходит, выигрывая все встречи. Финал в Квебеке. Первый период россияне проигрывают. 1-3. Во втором соперники равны. Забрасывают по шайбе. В третьем канадцы не проводят ни одной. Русские – две. Гол! Гол! Алексей Тереческо забивает третью шайбу. 4-3. Счет за пять минут до финальной сирены сравнивает Илья Ковальчук, один из главных звезд легионеров НХЛ. 4-4. Проталкивает шайбу Ковальчук. Гол! Гол! Как же вовремя! Илья Ковальчук! Забивает он голкиперу своей любимой Каролины. В овертайме победную шайбу забивает тот же Ковальчук. Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам. Это хэпи-эп. В Голливуде до такого додуматься не смогли. 5-4. Сборная России спустя 15 лет становится чемпионом мира. На прошлогоднем чемпионате в Москве канадцы у россиян выиграли. И нынешнюю победу над канадцами у них дома. Газеты называют «идеальной местью». Мы будем преследовать террористов 50-ти и их замочек. А я только однажды был в бою. Сколько вам будет, не сомневайтесь. Разговоры про то, что Владимир Путин не в ладах со своей женой Людмилой ходили давно. Путину приписывали разные романы, в том числе с гимнасткой Алиной Кабаевой. В 2008 году два слуха соединяются в один. Якобы с Людмилой Путин уже развелся, а с Алиной назначена свадьба. Конечно, мне хочется выйти замуж, иметь свою семью и детишек. А встретили вот свой идеал мужчин, который вам нравится? Встретила. Спасибо большое. Громовую сенсацию сообщает малоизвестная газета «Московский корреспондент». Мол, бракосочетание Путина с Кабаевой готовят в Константиновском дворце под Петербургом. Кабаева Алина Маратовна. Спортсмен и инструктор сборной команды «Россия по художественной гимнастике». Сногсшибательную новость подхватили на Западе, а у Путина визит в Италию. На пресс-конференции вопрос про развод и новую свадьбу задают первым. Владимир Владимирович, я хочу вас про слухи спросить. Я посмотрела итальянские газеты и с удивлением обнаружила, насколько популярна здесь тема вашей предстоящей свадьбы с Алиной Кабаевой. Даже премьер Берлуско не подхватывает. О, правда ли все это? Ни одного слова правды, заявляет Путин. В том, что вы сказали, нет ни одного слова правды. Вы упомянули статью в одной из наших бульварных газет, где действительно упоминается и олимпийская наша чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. И упоминается, по-моему, Катя Андреева, ваша коллега, которая работает на Первом канале. Они все мне нравятся. Так же, как и все российские женщины. В пользу запущенной сенсации будут годами трактовать все последующие слухи. В мае 2009-го Кабаева родит сына. А кто отец, неизвестно. И стало быть, Путин обзавелся наследником. Свято-Елизаровский монастырь близ Пскова особо почитаем властями. Вот куда где уйдет, постригшись в монахини, Людмила Путина. Странный дворец в Геленджике сочтут гнездышком, которые Путин свил для себя и Кабаевой. Будут слухи и про второго сына, рожденного экс-гимнасткой, и про виллу на Лазурном берегу. В 2013-м Путины и вправду разведутся. Вот Людмила Александровна отстояла вахту, 8 лет уже 9 даже, 9 лет. Так что, в общем, это общее решение. Да, я присоединяюсь к Славу Владимиру Владимировичу. Это действительно было наше общим решением. И наш брак завершен. На запрос «Путин и Кабаева» национальный поисковик Яндекс будет давать 349 тысяч ответов. Международный Гугл – 1 миллион 770 тысяч. Хиты кинопроката и шедевры артхауса в онлайн-кинотеатре «Окка». Лучшие фильмы и сериалы последних десятилетий выбираешь, как в самом большом многозальном кинокомплексе. Что шло на экранах в России в 2008 году? Голливудский мультик «Валли». Он проходит в жанре семейное кино и, конечно, в разделе мультфильмы. Еще для удобства поиска «Валли» можно найти в разделе «Лауреаты премии «Оскар», в шедеврах анимации и в особой коллекции «Железяки» об умных и крепких стальных героях. Полтора часа из жизни робота-мусоросборщика – это любовная история на захламленной планете Земля. Главный герой мультика может произнести только свое имя. «Валли» – редкий фильм, в котором общаются не словами, а нечленораздельными звуками. На любом устройстве – компьютере, смартфоне, планшете, смарт-ТВ, Плейстейшн или Иксбокс. Смотрите «Валли» и еще 25 тысяч фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре «Окка» по промокоду и ссылке в описании. В мире и стране одновременно признают влияние авторов персональных блогов. Надо узнать, кто эти люди. Я пойду в администрацию, к блогерам. Вечером уже дом будет наш. Верховный суд США выносит прецедентное решение о гражданской журналистике. А в России самого популярного блогера включают в президентский пресс-пул. «Свободу гражданам!» «Свободу гражданам!» Американские блогеры уравнены в правах с традиционной журналистикой. Интегрированные в свои сайты проекты для связи с блогерами заводят CNN, Fox News, Business Week, New York Times. В освещении выборов никто не сравнится с NewYorkTimes.com, где есть эксклюзивные видео, блоги, интерактивные карты и комментарии журналистов и избирателей. В России первый номер со статьями, выбранными голосованием блогеров и написанными ими вместе с профессионалами, готовит журнал «Деньги». У нас нету корреспондентской сети, потому что, к сожалению, она просто не нужна. У нас все журналисты работают в формате блогеров. Сам снимаю, сам пишу, сам редактирую, сам прихожу сюда. Президент Медведев – сам блогер. Уважаемые друзья, здравствуйте. Первый раз использую такую форму общения, обращения через свой сайт. Хотел бы поговорить о некоторых острых и неотложных проблемах, которые сейчас стоят перед миром. На один из оставленных в его ЖЖ комментариев глава государства накладывает резолюцию, ставшую мемом. Разберитесь, накажите виновных, доложите в трехдневный срок. Я поручил своей администрации, чтобы они тоже самым внимательным образом анализировали эти комментарии и готовили в необходимых случаях соответствующие поручения. А самый популярный российский блогер «Другой» Рустем Адагамов будет приглашаться при службе Медведева на переговоры в Кремль и поездки первого лица. Дмитрий Анатольевич, а вы сцена учите? Он умеет. Он, кстати, иногда делает снимки вполне удачные. Почему он умеет фотографировать технику такого порядка, как у вас? Ну, иногда меня пускают туда, где снимает, например, только личный фотограф президента. Никто мне никаких денег не платит. Без службы платит только... То есть она оплачивает только мой перелет. Заметные блокпосты по любому значимому для власти поводу мгновенно привлекают массу сверхактивных комментаторов с единственно верным мнением. Ругают либералов и Запад они правдоподобны. Эти настроения действительно массовые. Ну уж если хвалят Кремль, то нестерпимо фальшиво. Так в советских газетах трудящиеся одобряли линию партий. После взлома почты главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко и пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик выяснится, власть оплачивает верноподданнические посты и комменты про себя. Несмотря на эти скандалы, практика платных комментариев только усилится, и в России заработают целые фабрики интернет-троллей. Акция «Георгиевская ленточка» на четвертый год своего проведения разрастается до всероссийской и даже международной. За окнами весенний лес летит, я еду в ленинградской электричке. Напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно, можно в виде брошки, Но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки. Государственное агентство РИА Новости инициировало акцию на 60-летие Победы в 2005 году. Оранжево-черные ленточки повторяют цвета колодки медали «За победу над Германией», взятые в 45-м году у царских георгиевских крестов. Старший лейтерант Шарапов в прохождении дальнейшей службы прибыл. Шарапов, и откуда ты такой красивый, а? Вот это и с Анастаси. А че краснеешь-то? Да это я от удовольствия. Традиция носить маленький символ в память о погибших на войне пошла из Британии. Там с 20-х годов прошлого века принято накалывать на одежду бумажный цветок мака, пожертвовав средства в помощь ветеранам. Ее величество выражает королевскую поддержку работникам фабрики. В этом году уже четверть миллиона цветков мака отправлены нашим бойцам за границу. В России власти раздают ленточки бесплатно и отправляют за границу. С конца апреля до середины мая миллионы жителей страны и диаспора во многих странах прикалывают ленты к одежде, повязывают на сумки, особенно часто внутри и снаружи автомобилей. Это еще и жест лояльности. Я разделяю ценности, поощряемые руководством России. Я не знаю, я довольно-таки аполитична и нейтральна, но в принципе душ греет то, что народ объединяется и какая-то общая идея. У российского общества дефицит самоидентификации. Кто мы и откуда? А тут редкий случай, когда ответ очевиден. Из советских исторических святынь победа вызывает безусловную гордость большинства. Правда, особо уважаемые в России автомобили производят разгромленные враги. Бывшие державы оси и георгиевские ленточки на Ауди и Тойотах с девизом «Спасибо деду за победу» выглядят двусмысленно. А с припиской «трофейное» получается даже насмешка над собственным пафосом. Товарищи, ситуация критическая. Наша экономика в стагнации, она погибает. Очень скоро Россия-матушка перестанет быть страной. Сэр, 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 нам звонят. Очередной богатый американец хочет полететь в космос. Алло? Популярнейший у любителей мультов для взрослых сериал «Южный парк» требует запретить прокуратура и религиозные конфессии. На защиту Кенни и его друзей встают толпы подростков в офлайне и почти вся российская благосфера. Исключительный случай. Телесвободу удается отстоять. Добро пожаловать на сайт немецкого извращенного фетишистского видео. Если вам еще нет 18, да ладно, окей. Конечно, это про то, что покемоны тогда завоевали весь мир. Ну и мы такие, а что если в каждого вживят эти чипы? И потом попробовать поговорить по-японски. Ченпоку? Что это значит? Маленький член? Да, маленький член. Ну вот. Ну конечно, я же говорю. Детище Трея Паркера и Мэтта Стоуна. «Южный парк» даже среди англоязычных мультфильмов бьет рекорды неполиткорректности. Правительство Соединенных Штатов – это и есть за сила зла. Оно раздавило военную массу Японии. Оно уничтожило духа японцев. А что должны сделать мастера Ченпока с силами зла? Уничтожить! Пэрис Хилтон в городке Саус Парк открывает бутик «Тупая испорченная шлюха». Короче, я рада быть здесь у вас, в Гатпарке, и открыть здесь свой новый магазин. В этом магазине девочки могут купить все, что нужно, чтобы стать такими, как я. Тупой испорченной девкой. И хранит фото своих собачек, которые из-за хозяйки покончили жизнь самоубийством. Начинается. Еще одна собака покончила с собой. У канадцев головы состоят из половинок. А немолодая эстрадная дива-еврейка Барбара Стрейзанд – носатая дочь гиены и страхового агента. Закрыть из-за сериала весь мультканал «Дважды-два» в России требуют православная церковь, протестанты, мусульмане Северного Кавказа, хотя канал туда не транслируется. Басманная прокуратура находит в Южном парке экстремизм, Генеральная прокуратура – нарушение прав детей. Дело доходит до митингов телезрителей, защиты мультфильмов. На удивление, лицензию на вещание каналу продляют. Достаточно лишь перенести скандальный сериал на еще более позднее время. Мы требуем лучшего телевидения для наших детей. Стараниями спецпосланника ООН самопровозглашенное государство албанцев в бывшей Югославии объявлено независимым вопреки воле своей бывшей митрополии – Сербии. Россия и непризнанные анклавы бывшего СССР заявляют – это прецедент. Прецедент Косова – это страшный прецедент. Он, по сути дела, взламывает всю систему международных отношений, сложившуюся даже не за десятилетия, а за столетия. И он без всяких сомнений может поблить с собой целую цепочку непредсказуемых последствий. В конечном итоге – это палка о двух концах, и вторая палка треснет их по башке когда-нибудь. Бывший автономный край Косова и Метохия провозгласил себя отдельным государством в 1991 году. В Гражданской войне при распаде Югославии Запад выступал на стороне Косоваров и против Милошевича. Последний президент Союзной Югославии и глава Сербии истреблял албанцев-сепаратистов. Наша миссия ясна – продемонстрировать серьезность намерений НАТО. Чтобы сербские лидеры поняли необходимость изменить свою политику, чтобы сдержать еще более кровавое наступление на ни в чем не повинное мирное население Косово. С 1999 года краем управляет администрация ООН, и Белград давно не влияет на бывшую провинцию. Там своя власть, ходят доллар и евро, там почти не осталось сербов. По предложению спецпосланника ООН, бывшего финского президента Ахтесаари, Косово получает некоторые государственные атрибуты. Косово – независимое государство и останется таковым. Его признали более 50 стран. Союзница Сербии Россия предупреждает, что такой путь самопровозглашения может быть использован другими. Понимай, и ею самую тоже. Что касается, как мы себя поведем, если начнется одностороннее признание одностороннего объявления Косово о своей независимости, не будем ли мы делать то же самое, да мы вообще не собираемся обезьянничать. Если кто-то принимает дурное неправовое решение, это не значит, что мы должны так же действовать. У нас есть домашние заготовки, и мы знаем, что мы будем делать. На заседании Совета безопасности ООН из 15 членов за план Ахтесаарий голосуют пять – США, Франция, Великобритания, Бельгия и Италия. Косово объявляет себя независимым. Мы – демократически избранные лидеры нашего народа. Провозглашаем Косово независимым суверенным государством. Эта декларация выражает волю нашего народа. Его одна за другой признают западные державы. То половины стран-членов ООН, включая Россию, этого не сделают. Ахтесаарий получит Нобелевскую премию мира. В России установлено правление двух первых лиц. Но это не двоевластие, а вынужденная двуглавость одной власти, чему профильный журнал «Власть» дает определение. Тандемократия. Уже само то, что официально второе лицо, премьер Владимир Путин, тоже первое, умаляет власть официально первого лица президента Дмитрия Медведева. Подозрения «царь ненастоящий» проживут все время тандемократии, и, наконец, будут подтверждены самими членами тандема еще до истечения четырехлетнего срока. Президент России Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев. Образ нового правления является уже ночь после голосования 2 марта. Ясно же, что президенту Медведеву обеспечены нацлидером Путиным искомые 70% и победу предписанного кандидата празднуют на митинге-концерте под стенами Кремля на Васильевском спуске. Давай за них, давай за нас, и за Сибирь, и за Кавказ, за свет далеких городов, и за друзей, и за любовь. Когда Любе, любимая группа нацлидера, затягивает песню с припевом «Давай за них, давай за нас», из Пасской башни выходят Медведев с Путиным. За них же голосовали. Полуулыбки на лицах. Да, это наш бенефис. Так выглядят вызовы Кутюрье на поклоны. Сначала 140 миллионов статистов вынесли на себе модель политического сезона 2008-2012. Вот так теперь у нас все будет вскроено. А потом под овацией шагают по подиуму авторы фасона. Ну, Дольче и Габбана. И даже ясно, кто постарше и полысее, тот Доминика Дольче. А кто помоложе и поволосатее, Стефана Габбана. Дефиле рассчитано посекундно, песня звучит аккуратно до подхода тандема к микрофонам. Сегодня здесь, с нами, на Красной площади, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Привет, Россия! Привет, Москва! Путинский избранник будет либеральной надежды. Третий президент гораздо моложе второго. Он тоже из питерского юрфака, но не чекист, а, напротив, законник, что должно ограничивать все власти силовиков. По российской традиции, своей политической программы будущий правитель не представил. Главное для развития нашей страны – это продолжение спокойного и стабильного развития. Но самое известное его изречение звучит теперь юридически – свобода лучше несвободы. В основе нашей политики должен лежать принцип «свобода лучше, чем несвобода». Эти слова – инцессенция человеческого опыта. Медведев критикует суды. Они, оказывается, могут выносить решения по звонку или за деньги. Власть о таком прежде не говорила. Все сферы государственного управления должны стать открытыми для общества, включая деятельность органов государственной власти, судов и органов судейского сообщества. Чиновникам предписано выйти из советов директоров госкомпаний. Оттуда их Путин назначал? Но с самого начала непонятно, а насколько Медведев самостоятелен? Давайте поговорим о политике. Потому что, безусловно, многих очень интересует ваше отношение с премьер-министром. Знаете, я считаю, что у нас действительно здесь неплохой союз для решения тех сложнейших задач, которые стоят перед Российской Федерацией. И мы будем работать столько, сколько это потребуется для достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной. За время Дуум-Вирата всегда будет больше россиян, считающих, что власть в стране у Путина. Независимые комментаторы говорят про Медведева. Местоблюститель. Ну, мол, сидит, чтобы трон не остывал. Тандемократия не означает тождество. На велосипеде, тандеме едут двое, но рулит. Один Путин даже не стал съезжать из президентской резиденции в Новоогарево. Это ясный сигнал всему властному аппарату. Телевидение никогда не показывает Путина подчиненным Медведева, как должно быть. Они как бы равновелики. Это максимум, на что согласен подлинный правитель. Трубадуры госпропаганды не нахвалятся на молодость одного и опыт другого. Как же повезло стране, что у нее два главы государства. Стилистические разногласия Медведева с Путиным заметнее всего в использовании IT-технологий. До конца своего второго срока лично Путин интернет игнорировал. Медведев известен почти подростковым пристрастием к сети. Один за другим возникает его видеоблог на официальном сайте Кремля. Президентское сообщество в ЖЖ. Появился мой видеоблог. Весной он стал частью живого журнала. Конечно, для меня это необходимый срез общения. Срез общения для того, чтобы получить важную информацию. Два аккаунта в Твиттере, страницы в Фейсбуке и ВКонтакте. Своё присутствие в сети я буду расширять. Вот, чтобы доказать это на собственном примере, сейчас при вас открою официальную страницу ВКонтакте. Эта активность будет работать на репутацию Медведева-инноватора, хотя и вызовет шутки про виртуального президента. Нам интересно узнать, каковы потребности наших российских партнёров, как мы можем вам помочь. Хорошая идея. Кому из вас помочь? Толь Борисович, вам. Единственная сфера в офлайне, где явно доминирует Медведев, это публичность президентской семьи. После пропажи Людмилы Путиной в стране снова есть первая леди. Светлана Медведева. Нарядная, набожная дама. Возглавляет фонды, устраивает фестивали, сопровождает мужа и сама наносит визиты. Всё при почтительном освещении в Меде. Супруга российского президента, возглавляющая оргкомитет проводимых торжеств, побывала в старинном Свято-Троицком Новодевичьем монастыре. В соборе она поклонилась мощам княжественной четыре. Дочки Путина вовсе засекречены, а сын Медведева Илья снимается в Яралаше, приучает отца слушать Линкен-парк и легально поступает в институт. Ты откуда такой взялся? Седьмой дубль портим! Из-за таких, как ты, героев! Год от года признаки возвращения Путина нарастают, и явное тщеславие Светланы будут считать последним аргументом в пользу второго Медведевского срока. Мы будем преследовать террористов в 50-х, где их замочили. А я только однажды был в бою. Сколько вы будете, не сомневайтесь. Маршрут построен. Впервые с 1984 года став чемпионом страны петербургский «Зенит» выигрывает. Кубок УЕФА и даже европейский суперкубок такого в отечественном футболе не бывало никогда. Клуб на родине российской власти купил «Газпром», и теперь команда ни в чем не знает отказа. Победы делают суперзвездой капитана «Зенита» и национальной сборной Андрея Аршавина. Уверенность, но она приобретается с играми, наверное. «Газпром» приобрел контрольный пакет «Зенита» в 2005-м. С тренером-иностранцем мирового уровня, голландцем-диком адвокатом, питерцы играют за кубок УЕФА. Поздравляю, вы представить не можете, как мы счастливы. Мы тоже. Спасибо большое. Спасибо. Четвертьфинал выигрывают у Байера. 4-2 по итогам двух матчей. Все! Это значит отличная победа «Зенита». Это значит великолепный задел в четвертьфинале. В полуфинале в Мюнхене с Баварией счет 1-1 на ответном матче дома будто прорвало. 4-0. Погребняк! Гол! Гол 4-0! Финал в сухую с глазга «Рейнджерс» 2-0. АПЛОДИСМЕНТЫ Дику адвокату дают звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. АПЛОДИСМЕНТЫ Через три месяца «Зенит» завоюет суперкубок УЕФА, одолев победителя Лиги чемпионов сам Манчестер Юнайтед 2-1. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ и сборной – Шава, главный герой ликующих миллионов болельщиков. УЕФА включает его в символическую сборную Евро-2008. На постерах и в роликах Аршавин повторяет фирменный жест, обращенный к трибунам. Мон, поменьше восторгов, а то еще сглазите. Аршавин! Гол! До свидания, Голландия! Мы в полуфинале! Голландия! 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 Известно, что Аршавин мастерски выбивает из «Газпрома» прибавки к контрактам. В феврале 2009-го игрока по оценкам за 24 миллиона долларов продадут в лондонский «Арсенал». Но это последний виток карьеры. Аршавин будет чаще сидеть в запасе, его передадут в аренду в «Зенит», опять вернут в «Арсенал». После полугода в Краснодарской Кубани последним клубом Аршавина станет казахстанский «Кайрат». В Европейском центре ядерных исследований в 2008-м построена самая большая экспериментальная установка в мире. На глубине 100 метров, в 27-километровом тоннеле на границе Франции и Швейцарии работает ускоритель заряженных частиц. Одни говорят, что большой адронный коллайдер позволит понять происхождение Вселенной. Другие утверждают, что он погубит нашу планету. Адронный – потому что ускоряет адроны – тяжелые частицы. А коллайдер – сталкиватель из-за того, что пучки частиц сталкиваются в специальных точках. Здесь будут искать частицу бога – бозон Хиггса, придающий материи ее массу. И действительно откроют его в 2012 году. Ты знаешь что-нибудь об озоне Хиггсу? Ну, конечно, в новостях об этом все уши прожужжали. Это очень известный бозон. Хорошая попытка. Среди прочих научных планов – изучение природы темной материи и моделирование большого взрыва, положившего начало Вселенной. Тот факт, что в Церни собрались ученые со всего мира, делает его самой важной лабораторией в мире в области фундаментальной науки. А там я нахожусь в Швейцарии, стою рядом с адроном коллайдером. Местные власти шокированы и озадачены. Был похищен суперпроводящий магнит, созданный для разгона частиц коллайдера. Понятие коллайдер мгновенно усвоено масс-культурой, появляясь в песнях, фильмах и книгах. В детективном романе Дэна Брауна «Ангелы и демоны» злоумышленники хотят взорвать Ватикан антивеществом, полученным в коллайдере. ВЫСТРЕЛЫ 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 Группа граждан США добивается судебного запрета коллайдера, пока он не погубил всю землю. В ответе защитника суперпроекта, нобелевского лауреата из России Виталия Гинсбурга, слово «жульё» еще не самое сильное. Российский художник Николай Полиский представляет отечественный коллайдер из бревен, сучков и задоринок. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Двенадцатый раз, участвуя в финале Евровидения, Россия впервые выигрывает главный песенный конкурс континента. С этой победой выходит на свой пик карьера Димы Билана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Песня «Белив» из разряда ловких шлягеров-однодневок осложнена скрипичным соло-венгра Эдвина Мартона и бешеным вращением олимпийского чемпиона-фигуриста Евгения Плющенко на пятачке искусственного льда. АПЛОДИСМЕНТЫ Сам Билан предстает в особо откровенной версии подростковой секс-бомбы. АПЛОДИСМЕНТЫ Победа полугалышом может и не то, чем бы хотела гордиться официальная Россия. Но Билана поздравляют и президент Медведев, и премьер Путин. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Да, мы слышим, вас слышит вся страна и все мы, вся наша команда. Я, правда, не знаю, никогда в жизни не разговаривал с президентом и не знаю, как это делается, но мне очень-очень приятно. Страна впервые будет проводить Евровидение. Будто песенную Олимпиаду заполучили. Россия готова с честью провести песенный конкурс Евровидения в этом году. АПЛОДИСМЕНТЫ Продюсер певца Яна Рудковская наслаждается ролью виднейшей светской львицы Сам Билан – первый гастролер страны. За нами следуют два скифа, приближаются. Дистанция пока полторы мили. Возможно, где-то рядом их базовый корабль. Вдруг это пиратское нападение? Принято, Алабама. Объявите тревогу на судне. Подготовьте пожарные рукава. Действуйте по инструкции. Да, и это все? Я передала ваше сообщение, но, вероятно, это просто рыбаки. Только они не рыбу ловят. Пришла напасть, будто из старых приключенческих книжек. Они атакуют Кэп. В 2008 году НАТО, Евросоюз и Россия с переменным успехом борются с сомалийскими пиратами. Торговые корабли на оживленном пути из Азии в Европу корсары 21 века угоняют в территориальные воды и держат их там, пока не получат выкуп. Скоро 20 лет, как Сомали распалась на части, которые ведут гражданскую войну. В тамошних крупных бандах по 5000 боевиков. Почему мы стали пиратами? Раньше мы зарабатывали на жизнь рыбной ловли и выходили в море у берегов Сомали. Но из-за больших рыболовных судов у нас начались проблемы. Они пришли и выловили всю рыбу. Но мы и решили, нужно защищаться от них, поэтому и стали пиратами. Попытки захвата в корабли в 2008-м происходят раза два в неделю. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Совет безопасности ООН разрешает боевым флотам других стран заходить в Сомалийские воды. У НАТО этот район патрулирует эскадра ВМФ Франции, усиленная американскими и германскими кораблями. Евросоюз начинает первую в своей истории военную операцию. Россия направляет в опасный регион девять судов. Сторожевой корабль неустрашимый, первый вступит в бой и вместе с британцами отобьет у пиратов датский сухогруз «Пауэрфул». Российский потребительский бум, оказывается, означает свободу покупать, без свободы продавать. Евгений Чичваркин, владелец самой крупной в стране компании по продаже сотовых телефонов, едва успев сбыть свой бизнес, бежит в Лондон. Оттуда он расскажет про силовиков, лишенных своей доли при растаможке мобильников. Еще недавно мое поколение называли потерянным. А сейчас всего за восемь лет мы стали поколением, добившимся успеха. Мы должны жить в стране успешных людей. Известный агрессивным маркетингом своей компании «Евросеть» Я телефон в подарок купил. Это нежно. Девушку уберите из кадра, вот женщину уберите из кадра. Чума. Она от такого подарка просто ебанется. Модный телефон и функции. Чичваркин до 2005 года работал по правилам серой растаможки. Милиция кормилась от этой системы, но из-за новых правил, когда все стало в белую, потеряла свою долю. Сколько будет стоить диким русским медведям этот телефон? Симсос? У меня есть более гуд айдиа. Тысяча двести бакс. Сколько? Тысяча сто пятьдесят. Рублей. Задержав партию в сто шестьдесят семь тысяч телефонов Моторола, милиция объявляет их контрабандой, что опровергает таможня, и контрафактом, что опровергает производитель. Тогда мобильники признают вредными для здоровья. Но потом конфискованные и вроде уничтоженные аппараты появляются на рынке. Чичваркин продает «Евросеть», опасаясь рейдерского захвата. Когда за бизнес получено уже порядка четырехсот миллионов долларов, бизнесмен получает предупреждение об аресте. Присмотрение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учитывает, что Чичваркин обвиняется в деяниях, относящихся к категории особо тяжких преступлений, за совершение которых при усмотре наказания в виде лишенной свободы на срок свыше двух лет. Лежа на полу чужой машины, Чичваркин добирается до аэропорта и улетает из страны. В Британии беглец назовет имена и должности своих преследователей в МВД. Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Обращаюсь к вам с очередной попыткой остановить преступную деятельность банды оборотней в погонах, на совести которых несколько смертей и грабежей российских компаний на миллиарды рублей. Это подразделение КБСТМ МВД. При странных обстоятельствах 60-летнюю мать Чичваркина обнаружат мертвой в ее московской квартире. Сын прилететь на похороны не посмеет. То, в чем я уверен, это что случилось убийство. И вряд ли руководитель Следственного комитета города Москвы стал бы об этом напрямую, прямым текстом говорить, о том, что до смерти было избиение. В 2011-м уголовное дело прекратят, но Чичваркин не вернется на родину, начав новый бизнес в Лондоне. Незаконно рожденный сын президента Белоруссии Коля, о котором ходило так много слухов, впервые появляется на людях уже трехлетним. Александр Лукашенко называет его своим преемником на посту главы государства. Брак со своей законной женой президент Белоруссии не расторгал. Галина Родионовна Лукашенко по-прежнему живет в Шкловском районе Могилевской области, где в совхозе «Городец» прежде директорствовал ее муж. Придет то время, что мне вот здесь, выросшему на этой земле, отдавшему столько лет жизни Шкловшини, придется сегодня с вами проститься и уехать для работы в другое место. Двое их сыновей давно переехали в столицу. Еще в 90-е говорили, что Лукашенко живет со своим личным врачом Ириной Обельской. Очевидно, она мама Коли, но с ней мальчик нигде не показывается, а президент только сообщил, что мама медик. Мама нормальный врач, работает врачом. Как мне Путин сказал, ой, Александр Лукович, это божий сын или божий тар. К младшенькому глава государства очень привязан, даже перенес свой день рождения с 30 августа на 31-е, чтобы справлять вместе. Не подыгрывайте! Четыре-четыре! Аплодисменты! Разница в возрасте у них ровно 50 лет. Мальчика одевают как уменьшенную копию отца. Если президент в цивильном, то на Коле такой же костюмчик. А когда верховный главнокомандующий в форме, сын тоже облачен в китель с непонятными погонами. Все военное дитя обожает. Его золоченый пистолет – подарок президента России Медведева. Своё необыкновенное будущее Коля представляет хорошо. Пресса пишет, что, рассердившись на стюардессу президентского самолёта, белорусский принц прокусил ей руку и пригрозил расстрелять, придя к власти. Главный проект российского двустоличия 2000-х на родину Путина переезжает Конституционный суд. В Петербурге судьям предоставят особо комфортные условия для работы, проживания и отдыха. Прежде всего, как и полагается, хочу поздравить вас с новосельем, потому что мы снимаем в здании Конституционного суда в Петербурге за окном Нева. Как вы обжились? Мы только ещё начинаем это делать. Я вас тоже поздравляю, потому что это и ваше новоселье, учитывая, что Конституционный суд – это всё же учреждение наше общероссийское. Покидать Москву судьи не хотят. Говорят про нарушение стабильности и снижение эффективности. Им разрешают оставить московское представительство и проводить выездные заседания в столице. Переезд суда в здания Сената и Синода рядом с Медным всадником планировали устроить за 221 миллион рублей. Получится за 5 миллиардов. Для судей строят жилые коттеджи, социально-бытовой комплекс на Финском заливе и ведомственную поликлинику. Никакой децентрализации власти при переезде не происходит. И даже председатели Конституционного суда со следующего года будут избирать не сами судьи, а назначать президент. Суд – это такое место, на мой взгляд, и я надеюсь, что вы со мной согласитесь, где крайне важна такая конституционно-правовая стабильность. Под тем же лозунгом «переноса части столичных функций» в 2012-м в Петербург переведут главный штаб военно-морского флота, для чего реконструируют Адмиралтейство. Для переезда Верховного суда решат возвести здание напротив стрелки Васильевского острова. Но ни в нулевые, ни в десятые этого не случится. 08.08.08.08. 8 августа 2008 года начинается пятидневная война России с Грузией за Южную Осетию. Большинством россиян конфликт воспринимается как опосредованное столкновение с США, почти как когда-то во Вьетнаме. Отношения с Западом теперь откровенно враждебные. Согласно пропаганде, Грузия – заокеанская прислужница, а ее президент Саакашвили – личный враг российского руководства. «Газа» «Что здесь происходит?» «Операция под объедением конституционного порядка в стране» «Операция под объедением конституционного порядка в стране» Это война. Да, девочка, война. Последний год, пока враждуют Москва и Тбилиси, обстановка в Южной Осетии все накаляется. Около полуночи с 7 на 8 августа под Схинвали бьет грузинская артиллерия. Позже грузины будут говорить, что российская армия к тому времени уже перешла границу. В настоящий момент я подтверждаю, что Грузия находится в режиме самообороны против полномасштабной, необоснованной и абсолютно незаконной агрессии со стороны Российской Федерации. В Москве заявят, что двинули силы после гибели от обстрела российских миротворцев. Грузинские вооруженные силы, именно вооруженные силы, а не какие-то там подразделения отдельные, начали войсковую операцию по, как они и выразились, наведению конституционного порядка в Южной Осетии. Начали обстрелы наших миротворческих городков. Расследование ЕС установит, да, Россия поощряла южно-осетинский сепаратизм, но войну начала Грузия. К вечеру 8 августа Грузия контролирует Схинвали. Российская авиация, атакуя грузинские позиции, теряет 4 самолета. Но Схинвали отбит, а с территории Абхазии, другой самопровозглашенной республики, российские войска продвигаются вглубь западной Грузии, в Зугдиде, Сенаке и Порт-Поти. Он в 200 километрах от района конфликта. Из Южной Осетии российские части наступают в сторону Гори, пройдено полпути до Тбилиси, и столицы Грузии ожидают штурма. Кремль считает, покровители президента Грузии гарантировали ему, что операция против Южной Осетии сойдет с рук, иначе бы он на нее не решился. У меня нет ловушка. У них, безусловно, есть какие-то гарантии поддержки Вашингтона. Путин выскажется конкретно. Этим нападением накануне выборов американская администрация хотела поднять рейтинг кандидату-республиканцу Маккейну. Возникают подозрения, что кто-то в Соединенных Штатах специально создал этот конфликт. Ответного российского вторжения явно не предполагали ни в Тбилиси, ни на Западе. Но очевидной целью контрудара свергнуть Саакашвили, не достичь без штурма Тбилиси. На него Кремль не решается. И рейд на собственно грузинскую территорию Москва объясняет уничтожением военной инфраструктуры агрессора. Президент Медведев заявляет, Россия заканчивает операцию по принуждению к миру. Это звучит как проучить негодника. Я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру. На митинге в Тбилиси Саакашвили объявляет о выходе Грузии из СНГ. С ним президенты Польши, Украины, Литвы, Эстонии и премьер Латвии. Они считают себя живым щитом. Говорят о солидарном отпоре имперским притязаниям России. Впервые за долгое время наш северо-восточный сосед показал то лицо, которое известно нам уже сотни лет. Он думает, что его соседи должны подчиняться им. Мы отвечаем – нет. План урегулирования согласовывает президент Франции Саркази. Европейский Союз будет с Грузией в течение всего периода ее восстановления, чтобы гарантировать ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. Россияне уходят из Грузии не спеша, чтобы почувствовать себя победителями. Горе покинут только 22 августа. Саакашвили теперь главный политический демон российских нулевых. Фрагмент его интервью BBC прервал телефонный звонок. Нервно слушая собеседника, Саакашвили принеса жевать галстук. Британцы сразу показали эпизод у себя. Но еще более он востребован на российских телеканалах, как свидетельство патологии грузинского президента. Знаете ли вы, что сегодня в Киеве был президент Грузии Михаил Саакашвили? Что вы думаете об этом совпадении? Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они. Путин участвует во встрече президентов Медведева и Саркази. Получение приказов от него во время военной операции позже признают российские военные. Все это подтверждает догадку. Главные решения принимает премьер. Хотя верховный главнокомандующий Медведев и армия должна подчиняться ему. После войны Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Народы Южной Осетии и Абхазии неоднократно высказывались на референдумах в поддержку независимости своих республик. После того, что произошло в Скинвале и планировалось в Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами. Тбилиси заявляет об оккупации своих территорий и разрывает дипломатические отношения с Москвой. В Абхазии 240 тысяч населения, в Южной Осетии 72 тысячи. Многие на деле живут в России. Запад дружно против признания. Партнеры по СНГ, включая самые дружественные, Белоруссию и Казахстан, молчат. Не проблема для Белоруссии признать Осетию и Абхазию. И сегодня не проблема. Но я ему перечислил те проблемы, которые в связи с этим возникнут у Белоруссии. И когда я сказал Медведеву, что вот проблемы, вы готовы их взять на себя в том числе и помочь преодолеть, если вдруг они возникнут, Россия оказалась неспособной. По слухам, за кредиты и списание долгов Кремль получит признание Абхазии и Южной Осетии от Никарагуа, Сирии, Венесуэлы. И крохотных островков в Тихом океане. Науру, Вануату и Тувалу. Два последних потом передумают. Мы будем преследовать террористов и саптейли их замочек. А я только однажды был в бою. Сколько вы будете, не сомневайтесь. Маршрут построен. И с маршрутом. Оказывается, телевидение и само знает, что гонит пропаганду и трэш, и даже способно на это намекнуть. Одна новая программа Первого канала «Большая разница» смело пародирует все неполитическое вещание. Другая, прожектор Пэрис Хилтон, осторожно проходится по новостям. В эфир приходит поколение телеюмора, уже никак не связанное с эстрадой. Один с братом крыльев, и взлетим, ведь мы же ласточки. Так, наверное? Двенадцатый трек. Да, да. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Первого канала. В эфире «Большие гонки. Проект это». Я просто решил подавать информацию в порядке значимости. На телевидении внутри цеховое злословие считается даже пострашней балетного. В большой разнице ему, наконец, дали волю. Дмитрий, сейчас вы меня обнимаете, я вспоминаю вашего персонажа Иуту из фильма «Мастера Маргарита». Чего шарфик у вас, Дмитрий? Я не понимаю. Шарфик. Это не шарфик, это колготки. Будете приятно удивлены, но колготки подобраны под цвет ботинок. Ящик предстал скопищем самовлюбленных болванов. Сексуальный танец получился. В общем, стрижка пять и прическа пять. И зритель с готовностью узнает его таким. Скетчи снимают, как трехминутные фильмики. Итак, слушайте дело о чрезмерном увлечении театром. Ну, судя по покупкам, у нашей подсудимый небольшой мозг. Я тебе не верю! Приме этой труппы Нони Гришаевой поразительно удаются чуть ли не все фифы российского эфира. Здравствуйте! В эфире программа «Детали» и сегодня у меня в гостях подруга из Грузии. А в студии прямо передо мной сидит Федор Бондарчук. Здравствуйте! Федор, я вот смотрю на вас и думаю о себе. Политика, шоу-бизнес, искусство, культура, все перемешалось, как в винегрете. Я вот вчера готовлю винегрет. Я вообще люблю готовить. Мне не стыдно в этом признаться. Я хорошо зарабатываю, но считаю, что женщина должна зарабатывать еще больше. Потому что время сейчас такое. Осень, нет снега. Во Вьетнаме вообще снега нет. Круглый год скажи, что ты об этом думаешь? Лиц других каналов и вообще продукцию конкурентов высмеивают чаще и жестче. Встречайте, Федор Бондарчук! Пародии без боязни обидеть и получаются лучше. Остров невезения я недавно снял. Долго на сценарии, помню, я страдал. В фильме некрасивые все, но один красив. Милый белобрысенький с именем Максим. Ведущие Иван Ургант и Александр Цекало после показа ролика обсуждают его с прототипом. Часть звезд не является вовсе. Часть, придя, не понимает, что сердится себе во вред. Из какого металла вы бы хотели, чтобы была отлита ваша фигура? Мне хотелось бы, чтобы моя фигура была отлита, например, из молочного шоколада. Из молочного поросенка. Политики – те же телеведущие. Это видно из шаржей на Лукашенко и Януковича. Товарищах, мадимеджат, подкидим жат. Разрешенные здесь, они недопустимы для, соответственно, белорусского и украинского телеэфиров. Разумеется, над российскими госдеятелями издевки в большой разнице немыслимы. Хеллоу, Россия! С Новым годом! В прожектор «Перис Хилтон», где те же Ургант и Цекало с Гариком Мартиросяном и Сергеем Светлаковым обсуждают газетные заметки, кое-что политическое проскакивает. Кто из нас может растворять Украину? Это Саша Цекало. А почему он? Осталось идти? Теперь, ну, эта задача, мне кажется, тоже сложная. Кто будет Россией? Был, есть и буду. Как бы вам ни хотелось, даже выбора нет. Длинное название восходит к приложению программы «Время» рубрики государственной гласности «Прожектор перестройки», выходившей в эфир в конце 80-х. Особая роль отведена сегодня средством массовой информации в борьбе за демократию и гласность. Выборы президента в Америке. Вот в Америке Обама взял правление «Бразды». Ребята, если честно, мне все это до какой-то степени не очень интересно. Но поневоле передача бросает камешек и в огород нынешних теленовостей. Я бы хотел сейчас вернуться все-таки к разговору с Владимиром Путиным, поскольку действительно это большая ответственность. Я ведь звонил. Я звонил Владимиру Владимировичу. Итак, друзья, если есть какие-то варианты вопросов, вернее, вот... Светлана, давайте ее. Пожалуйста. Россия, не стесняйся. А скажите, пожалуйста, а почему в России люди живут на 15 лет меньше, чем в Европе? Дело в том, что в нашей стране люди живут не меньше, они живут быстрее. Запущена русскоязычная версия Фейсбук, крупнейшей в мире социальной сети. Рекорды по числу пользователей в стране ей уже не побить, зато она считается самой качественной. С Фейсбуком соцсети и в России превращаются в СМИ, в политические и общественные объединения и в безбрежное маркетинговое русское поле. Когда мы запускались, мы надеялись, что у нас будет человек 400 или 500. В Гарварде не было базы данных всех студентов с фотографиями, и мы хотели это исправить. Сейчас у нас 100 тысяч пользователей, и кто знает, что будет дальше. Созданный в 2004 году второкурсником Гарварда Марком Цукербергом для студентов, Фейсбук сохранил принцип организации всяких комьюнити. «Надо попроситься, чтоб добавили в друзья, зафрендели, поссорившись, сделают обратное, отфрендят». Уже устоялись словечки «расшарить», поделиться доступом к материалу и «репостнуть», снова опубликовать уже на своей странице. Новое Фейсбук-словцо «лайкнуть» или «залайкать», то есть показать «видел, читал, понял». Подтасканная какая-то. На карпа похожа. И задница у нее целлюлитная. Ну ладно. Эта ты где увидела? Я знаю таких. У нее точно задница целлюлитная. А я эту фотку лайкнула. Пусть знает, что мне пофиг. Российский аналог Фейсбука, сеть ВКонтакте и более возрастные одноклассники всю массовую публику уже собрали. Теперь в соцсети пошли те, кто прежде и вчурался. Давайте вам лучше аватарку сделаем, а? А что за бесовщина? Ну это такая фотография, которая будет на вашей странице, типа как вот эта. Ой, мне так и не скрючится. По самой политизированной и чаще оппозиционной соцсети особенно понятна несвобода официальной журналистики. Электронное сарафанное радио перепостов разносит каждый удачный прикол. И если он касается власти, то наверняка нелояльно. От Фейсбука берет начало персонально адресованная реклама. Ты заходил на сайты турагентств? Большой брат заметил это, и в ленту тебе начинают сыпаться заманчивые предложения путешествий. Все компании потребительского рынка теперь заняты СММ, социальным медиамаркетингом, продвижением товаров в соцсетях. Маркетинг 482. Продукт реализует возможность. Ты учишься анализировать любовь, тоску, желание, как будто это инструмент для продажи товара. Насколько мы знаем, это стимуляция вентральной области мозга и хвостатого ядра. Гигантский коммерческий потенциал Фейсбука делает Сукерберга в 23 года самым молодым ненаследным миллиардером в истории. Слушай, рассуди наш спор. Я говорю, что пора зарабатывать на Фейсбуке, а Марк не хочет брать рекламу. Кто прав? Ну, пока никто. За Фейсбук это круто, в этом его главная фишка. И не надо убивать его рекламой, потому что реклама это не круто. Это как, допустим, идет классная пьянка, а кто-то говорит, что в 11 она закончится. В дачу. И вы пока не знаете, что из этого выйдет. Именно это я и говорю. Насколько сайт вырастет, к чему он придет, пока рано класть фишки на стол. Миллион долларов не круто. Знаете, что круто? Ты? Это миллиард долларов. В 2011 году фильм «Социальная сеть», воспевающий Фейсбук и его изобретателя в роли Марка Цукерберга Джесси Айзенберг, получит три Оскара. И Оскар получает... Аарон Соркин, «Социальная сеть». И Оскар получает... Тренд Резнер и «Атикус Рос», «Социальная сеть». К концу десятилетия число пользователей Фейсбука в мире перевалит за 2,5 миллиарда человек. Более половины из них будут заходить в соцсеть ежедневно, подтверждая русское правило. Мать, отца, морковь и лук заменяет нам Фейсбук. Один, два, три, три, три! Мы будем председать террористов, без садки их замочек. А я только однажды был в бою. Сколько вы будете, не сомневайтесь. Маршрут построен. Ипотечные облигации. Или корпоративные ИЦБ. Берем средний ипотечный кредит. Всегда фиксированная ставка. Скучно, без риска, низкий доход. Так? Но. С пакетом из тысячи таких облигаций доход возрастает. А риск также невелик, потому что это ипотека. Все же платят ипотеку. Крупнейший за послевоенное время финансово-экономический кризис начинается с ипотечного рынка США и сотрясает всю глобальную экономику. Волна достигнет и развивающихся стран, ударив по всем по-разному. Российские власти поначалу уверяют население, что это чужой кризис. Но отечественный фондовый рынок упадет вдвое больше американского. Основа путинской стабильности цена на нефть рухнет больше, чем в три раза. При очередном кредитном буме американские потребители приняли небывалый объем обязательств. Цены на жилье упали, и недвижимость стала дешевле выданных под нее средств. Ипотечные облигации Ильи Сараньери были потрясающе доходными для больших банков. К ним плыл миллиард за миллиардом. Они имели 2% с каждой проданной облигацией. Затем обеспечивающих их кредитов стало мало. Но казалось, что еще много домов и много богатых людей, которые их покупали. Крах двухэтажной Америки подталкивает к обвалу все другие рынки. В США отсчет глобальному кризису начинают в черный понедельник, 15 сентября, когда о банкротстве объявляет инвестиционный гигант Лимон Бразерс, существовавший 158 лет. Я кроток, я мил, но на самом деле я хочу наброситься, вырвать их сердце и съесть его до того, как они умрут. Другая супер-жертва – Мэрил Линч, банк с почти 100-летней историей. Такого финансового домино не было с Великой депрессией. США выделяют из бюджета 700 миллиардов долларов на чрезвычайную экономическую стабилизацию. Быстро принять программу стабилизации нашей финансовой системы, чтобы помочь американскому народу. Мы обязаны сделать это, чтобы избежать продолжения серии банкротств, финансовых институтов и заморозки кредитных рынков, которые угрожают финансовому благополучию американских семей, жизнеспособности малого и крупного бизнеса и в целом состоянию нашей экономики. Еврозона переживает первую рецессию со времен введения единой валюты и флагман Евросоюза – Германия вынуждена датировать нерадивых. В развивающихся странах группы БРИК ниже всех падает бразильский ВВП. В Китае и Индии лишь уменьшается рост. То, что касается США, какая сейчас там экономика, то, что разваливается она полностью, я думаю, это нас не коснется. Потому что у нас есть свое правительство, у нас свои умные головы, и они наверняка смогут что-то сделать. В России власти и госпропаганда все лето убаюкивают. Кризис у них. Мы – островок стабильности. Я считаю, что принятые правительством Российской Федерации и Центральным банком России меры позволили спокойно, без потрясений, пройти эти колебания на мировых рынках. Но 6 октября 2008-го российский фондовый рынок падает аж на 19 процентов. Абсолютный рекорд. Чистый отток капиталов за октябрь – 50 миллиардов долларов. Нефть с рекордных 147 долларов за баррель полгода летит вниз до 34 долларов. Тратя средства стабилизационного фонда, девальвацию ведут плавно, чтобы не походило на лихие 90-е. В начале года доллар стоил 24,5 рубля, в конце года – почти 30 рублей. Но по-настоящему страна ощутит кризис на себе уже в следующем, 2009 году. Австралийские полусапоги из овчины находят в России много обеспеченных поклонников, убежденных в их красоте и практичности вопреки критике окружающих и специалистов. Бренд «Угг» по-русски приезжился как бы во множественном числе. Угги. Раскрутили его голливудские звезды, хотя в субтропическом Лос-Анджелесе обувь с шерстью под замшей вроде не нужна. Голодает, говорят, прям совсем очень сильно. Да, ноябрь уже. Какие у тебя сапожки хорошие. Теплые и удобные для тебя. Но российские фанаты угов уверяют, что в них и не холодно на улице в стужу, и не жарко в помещении, а носить на босу ногу якобы даже полезно. Вообще все мои подруги носят уги, всем нравится, всем удобно, поэтому я их купила. Поначалу это только женские сапоги. Кроме расцветок дубленок, от бежевого до шоколадного, бывают даже ультрамариновые, салатовые и розовые. Потом появятся коричневые и черные мужские размеры. Критиков валенки по 200-300 евро возмущают. Ортопеды ругают плоскую подошву. На моде это не сказывается. Городу нужен кто-то, кто защитит его историю. Правильная городская среда формирует новый тип горожанин. Самая модная городская публика, не менеджерская и не пролетарская молодежь, получает свое наименование. Хипстеры от 2BHip – это те, кто в теме. Самые продвинутые пользователи, юзеры мегаполисов. Завсегдата из сокровенных кофеен, магазинчиков молотиражных книг, маршрутов, велопрогулок и кинофестивалей не для всех. Хипстеры демонстрируют сокровенное знание всем своим видам. Хипстеры и мужчины, и женщины, они носят тяжелую обувь. Не тяжелую в плане веса, а тяжелую, грубую. Она смотрится грубо на ноге. Лук – фото в полный рост. Размещается в соцсетях. Вот новейшая версия хомо-сапиенс мегаполисов. В России хипстеры – явление прежде всего московское и питерское. В других миллионниках они попадаются редкими стайками. Армады этих веб-дизайнеров, студентов, интернет-журналистов, диджеев и прочих продавцов свежего воздуха переполняют зеленые зоны западных столиц. В Москве культовым хипстерским местом станет обновленный парк Горького. На Западе социологи обзывают хипстеров обессиленным постмодерном. Мол, они – качественная аудитория, потребляющая чужое, не создавая своего. В России хипстеров сочтут ядром рассерженных горожан. Авторами лучших креативов политического протеста, который начнется через несколько лет. На митингах и оппозиционных гуляниях в большом количестве мелькают модно и часто любопытно одетые молодые люди. Это хипстеры – представители новой субкультуры, которая сложилась за время благополучных нулевых. Разно шатающиеся молодые люди – это в том числе и следствие опасных перекосов нашей системы высшего образования. Ежегодно она выбрасывает на улицы сотни тысяч одипломленных выпускников с очевидно высокой самооценкой и завышенными требованиями к жизни пытаются найти себе применение. Это наш город! Это наш город! Позор! 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 Побогаче назовут «випстеры». Мы будем преследовать террористов 50-ти и их замочек. А мы ополнили айфон. А я только однажды был в бою. Сколько вы будете, не сомневайтесь. Маршрут построен. Луж из маршрута. Ну я откровенно скажу, что патриарший крест нелегкий и ответственность за церковь, за ее сегодняшний день и будущее церкви, оно лежит на ответственности патриарха. Я благодарен тем, кто помогает мне в этом нелегком моем служении, а главное, помогает молитвами. 5 декабря 2008-го многолетний глава Русской Православной Церкви Алексий II умирает в своей подмосковной резиденции в Переделкине. На престол изберут митрополита Кирилла, который давно считался вторым человеком в патриархии. Алексий II возглавлял Русскую Церковь, когда после советских гонений она восстанавливала свой статус почти до государственного. Патриарх был единственным деятелем в стране, который не приезжал для встречи с Путиным в Кремль. Президент посещал Алексия в его городской резиденции в чистом переулке. В Священном Писании сказано, что нет власти ни от Бога. Каждая власть от Бога. И всегда Церковь молилась за власть. 79-летний патриарх скончался в своих внутренних покоях. Напишут, что при очередном сердечном приступе он упал, ударившись головой. Власти рекомендуют отменить развлекательные мероприятия и телепрограммы в день похорон. Алексея погребают в южном пределе Богоявленского Елоховского собора. ПОДПИСМЕНТЫ Доброе утро, дорогие телезрители! На поместном соборе 75% голосов получают митрополит смоленский и калининградский Кирилл, глава отдела внешних церковных связей. ПОДПИСМЕНТЫ В середине 90-х штаб гуманитарной помощи при отделе беспошлино ввозил алкоголь и сигареты. Тогда возникло прозвище «Митрополит Курилл». От нового патриарха ждут, что он сделает церковь более открытой обществу. На интронизацию придут и Медведев, и Путин. Жена Медведева Светлана первый получит причастие. В московском кинотеатре «35 миллиметров» проходит первый на родине ретроспективный показ фильмов Александра Петрова, единственного российского аниматора, лауреата «Оскара». Вот и попалась. У Петрова своя техника ожившей живописи. Он рисует пальцами на стекле, кисточкой лишь прорисовывает детали. Ради одной экранной минуты нужна тысяча картинок. За день удается снять 15. Снимаешь на пленку, ты не знаешь, удалась тебе сцена, попал ты в экспозицию. Хорошо ли ты сделал, так сказать, саму анимацию. Ты видишь это только через неделю, через две, когда пленку проявят, напечатают позитив, ты смотришь в кинозале и говоришь, о, окей, все как хотел. Рожденная кропотливейшим ноу-хау «Десятиминутная корова» по рассказу Платонова, первой из работ Петрова, была номинирована на «Оскар» в 1990 году. Потом номинировали «Русалку». Свой шедевр «Старик и море» автор почти три года создает в Монреале. Тут уже дышит все – океан, воздух, джунгли. 29 тысяч картинок, экранизирующих Хемингуэя, выполнены с единственным помощником – сыном Дмитрием. Я бы, наверное, не одолел этого. Слава богу, у меня был хороший помощник, это мой сын Дмитрий, это первый раз у меня был такой настоящий ассистент, человек, который на сто процентов понимал задачу. Это удача, что он работал в самом месте. Ребята, вы кое-что забыли. И «Оскар» получает «Старик и море» Александр Петров. Этот фильм «Оскар с Келлуря» 2000 года – первая анимация для Аймакс кинотеатров, которых тогда в России не было, и показы на родине задержались. Теперь разом идут все фильмы, включая последний – «Моя любовь» по Ивану Шмелеву. Ты сердце молнией пронзила. Мой образ, как небес цветок. Цветок, цветок. После мирового признания жители Ярославля Александра Петрова уже и в России считают классиком. «Старик и море» «Старик и море» Вы смотрели «События, люди, явления» 2008 года. Следующая серия – год 2009. Вузы по ЕГЭ, «Аватар» бьет рекорды, «Мировой кризис» в России. «Перезагрузка с Америкой», «Умер Магнитский», «Медведев зовет», «Россия, вперед!» На рынке «Сухой суперджет», «Закрыт Черкизон», «Раскрасили старое кино». До следующей серии и следующего года. Счастливо!